Можно задать вопрос. Викришна, поможете мне с переводом? Да, задавайте тогда частями, чтобы я не забыла и точно перевела. Существует два пути Бахти, Вайди Марк и Рогануга Марк. И преданные мне говорили, что для обретения Рогануга Бахти первейшим делом нужно обрести Рогануга Бавы. Что имеется в виду под Рогануга Бавами? Это материальные Бавы или духовные Бавы? Гору-деф? Он спросит. Я не могу тебя видеть. Да, ты не видишь меня. Я здесь. Хорошо. Вы слышите меня хорошо? Да. Он спросит. что есть два способа, Рогануга и Ваиди. И это сказано, что для получения Рогануга Бахти, вы должны получить Рогануга Бхавас. И что означает Рогануга Бхавас? What it is? Is it some feeling or material or how it is? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, ладно, ладно. Да, ладно. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да, ладно. То есть можно спросить, как сказать, я просто сейчас не совсем помню прямо в деталях, именно ту катху, которую мы обсуждали. То есть спросить чувства на духовном пути, а не делятся на материальные, духовные, как они одухотворяются именно на пути Рогануги. Как-то так. Потому что Гурдеф, он тоже может спросить, дословно сказать, ну конкретно, да, о чём мы говорили. Поэтому просто, чтобы вот ему конкретизировать. Вот так. Я правильно понимаю? Окей, да, да, всё верно. С какого уровня чувства одухотворяются? И когда мы приходим только на пути, когда мы обусловленные дживы, какими чувствами мы чувствуем, так сказать, да, какими чувствами мы привязываемся? Хорошо. Такой вопрос интересный. Гурдеф, you are muted now. Гурдеф, you ma ich? Да. Да, могу я спросить? Рады-рады Да, да Yes, his question actually is very nice and very deep his question is about feelings actually he understands that feeling is a big thing on the path of bhakti but he inquires when we just coming to the path of bhakti and we have some feelings of course and then we develop and which type of feelings is this is it material feelings when we are on the path of bhakti and from which stage these feelings become divine feelings actually feeling is important one thing первое чувство очень важны это первое такое заявление where is my devotion that feeling I have translate sorry can you repeat where is my devotion that is my feeling if I see only material thing and I am devoted to increase that money of wealth and power then my bhakti devotion is there and if I see that I am a soul and I have a feeling to be to know my goal of life and where to do with my soul consciousness and there is any higher super soul also is living or not then my feeling will be soul has to be close to super soul но если моим интересом да я развиваюсь за сознание души и мне становится интересно отношение себя как души и сверх души то тогда я буду направлять свои чувства туда и чувства и чувства нас заставляют совершать действия не так ли даже в нашей материальной жизни мы что-то почувствовали и мы хотим действовать кто-то счастлив даже страдая он счастлив наслаждаясь своими страданиями это его вкус это его чувства лежат там и он только умножает страдания и в нашей материальной жизни смотрите мы ведь тоже совершаем преданность то есть мы совершаем какие-то усиленные действия например по умножению своих проблем и своих страданий и что такое преданность преданность это не только характеристика какой-то духовной практики нет преданность это я что-то люблю я имею к этому чувства и я делаю что-то но my question is this when I was 40 years old I born in the King family and I see and I think to create many things in my life when I become 30-40 years old then I judge what I lose and what I gain the nice И я родился в семье царя. И в 30-40 лет я был занят только тем, что я подсчитывал, что я получил, что я упустил. И из этого состояла моя жизнь. И я не знаю, что я делаю. Я делаю так много. Я использую свою жизнь. А что? Нет. Абсолютно бездарно. То есть 30-40 лет назад, наверное, Груда. Я был очень искренним человеком. Я был очень предан моей семье и нашим обстоятельствам, которые нас окружали. Я становился болезненным. Я имею кровообращение, и я тогда был... Суга. All the diseases coming. Астама. All was there. И я тогда был... Материал thing. You cannot be satisfied. Right? Because of what you become sick? Because of my not success. И он говорит, что тогда я был, хотя совсем молодым человеком, у меня были большие проблемы со здоровьем, давлением, сахаром и другие болезни. Что творит наша болезнь? Мы сами причина наших болезней, когда мы живём в материалистичном сознании и хотим выиграть, да, и постоянно проигрываем. Из-за этого мы заболеваем, из-за амбиций удовлетворённых. Существует, без проблем. Почему? Потому что я реализовываю это Друт. И я в любом с моими студентами, с моими радхарани, радхамамами. Поэтому я не могу. Поэтому это есть рага. Бхакти, that you are, where is your raga, where is your frame, where is your attachment? Raga means not only for God, for anyone can be a raga, not used, you are in Russia or America, you think raga means, raga means raga bhakti, bhakti is a devotion, where is your raga, where is your love, where is your feeling attached, with your soul or with your body, what you are doing, what you are coming for and what you are doing now, that is the first thing to understand. И Грудеф говорит, а сейчас, несмотря на то, что мне уже 70 лет, у меня никаких проблем со здоровьем нет, у меня все в порядке с сахаром, там, с желудком, с давлением. Почему? Потому что я нахожусь в любви, я люблю своего Иштадева, и я всегда нахожусь в этом потоке любви и отношений с Иштадевом. И что такое рага? Рага — это не относится только к духовной практике, рага — это наша страсть, это наша любовь к чему-то и привязанность. И если она направлена на материальное, то это проблема. Если она направлена на духовное, вот весь этот поток, да, нашей страстности, нашего стремления, наших желаний, то результаты будут совсем другие, да, и без чувств невозможно вообще нигде, ни там, ни там. Айте, Ари-бажан-ко, Отан лаге ка паас. Айте-на-интиме, I come for something, I start doing something else. When I was in the Mother Unda, I crying to come out, and I will believe God, O Krishna, I will love to you, I will do for you, take it out from this hell. And when we come, we are smiling, we are looking to you, seeing you, and sometimes crying when I not see you. And when I grow up with the eating of the grains, I forget everything. И когда мы находимся, yes, yes, когда мы находимся, когда я находился в лоне своей матери, я плакал и взывал Кришне, я говорила, пожалуйста, Кришна, освободи меня от этого ада, я не могу больше здесь находиться. Но когда я появился на свет, я начал улыбаться, да, смотреть по сторонам, и я помнил тебя, пока не стал вкушать зерновые, да, и после этого я позабыл тебя полностью. Почему мы так привязаны к семье, к родным, потому что мы имеем рагу к ним, я прав? Мы сходим с ума от этой раги, поэтому у нас такая сильная привязанность. That is my devotion. That is Raghavati. Understand? Where to do and where not to do, that you have to decide. Understand? И вам нужно понять, куда вы хотите. Вам нужно понять, то есть и то, и то является как бы бхакти, да, то есть это забота, это предание и прочее. Но вам нужно понять, куда вы хотите вложить эти чувства, туда или туда, в эту сферу или в эту. I want to show you, so many are sitting here, you see? Oh, rade, rade, dandava. Then you will, they will see you. You see here, this is the camera. A good crowd. You see? So I have to say to everyone. Why I say to everyone, when this is happening, in Russia also, in India also. And in Europe also, in America also. I have a love of open town. I have a green card. And I went to America, and I went to American embassy to return that. I don't need this. He was surprised. And the audience was surprised. They said, you lose, return your green card? I say, yes. Because I have no interest to go to America and leave me there. I want to be in the love. This is the idea. You have a love, you do that. It's a natural. It's not unnatural. It's not by pressure you can do it. And it's not a philosophy, my dear, to understand. It's a natural to understand. We are born with this understanding, because we have a soul. If you have no soul, you cannot understand this. Игорь Рудев говорит, что у него есть зелёная карта для беспрепятственного проживания в Америке. Но он поехал в консульство и сдал эту карту и сказал, она мне не нужна. И все индийцы, и сам посол, они были в шоке. Как так можно отказаться от такой ценной штуки? Но он сказал, что нет, моя любовь, моя рага, она принадлежит Вриндавану. И мне не нужно это проживание где-то в другом месте, потому что я уже отдал своё сердце. Городев говорит, что вот эта любовь, это наше страстное стремление к чему-то. Нужно просто выбрать, куда ты хочешь его направить, к чему. Что рага, она присутствует везде, потому что мы — душа, и мы не можем жить без любви, без привязанности, без бахти, без служения, предания. Потому что это всё наше качество, как души. Но нужно выбрать, куда ты хочешь это отдать, куда положить. Городев, can I ask? And feelings, can they be material in the path of Vuraga, if the devotee is newified? Devotee? Why you see the devotee? I see the soul. Why you see the devotee? What does it mean devotion? What do you know with devotion? Devotion means devotion, love. Where is love going? Your love goes. That is devotion. Krishna, where is your love moving? That is your devotion. You have to have devotion in the right way. If you see, you will see the soul, your devotion for Krishna. If you see the body and senses and ego, your devotion for material things. Very nice. Okay. Devotion for ego. Gurdjieva, please give me a gap for translation, please. Gurdjieva, please. Нет такого. Если ты, говорит, смотришь из своего эго, если ты считаешь себя телом, умом, этим материальным эго, то ты видишь просто вот ходячие тела. А если ты смотришь глазами бактии и глазами души, то для тебя всё это духовное. Поэтому Горудев говорит, что самая наша большая проблема — это ложное эго, которое, как калия, у тебя сидит на голове и заставляет тебя видеть всех только телами, только материальными, носителями материальных чувств, идей, тел и прочее. Не только фальси-го, фальси-го working when he has material things. When you sense your body, then he starts playing with you. You are wasting your time for soul. You see soul. You don't see your soul. And I am here. You can see my senses. I am cooperating with you. What you say, ready to do. Body ready to do. So, believing body and senses is a false ego is telling. You are not. You are not. It is. You are not. This false ego, this Kali, he sits at the head and says, look, you saw this soul? No, you saw it not. It is 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 not. It is. You have a mind, who is the idea. It is. The body can do it. You can do it. It is. The body can do it. It is. You can do it. It is so easy to be under the power of the material ego. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А я вот, есть руки, чувства, ноги, тела, отношения и все такое То есть в это нужно вкладывать, ну это нам эго говорит так And then some realize, five percent realize Then he starts going to speech or master to change his life Then he says take mantra And if we do that mantra Then he understands To change To catch the false ego And to be humble And then Then Ranga Bhakti start What you think When I come to my sarup Soul consciousness That I am Give it a sarup Or a sarup With your form His spiritual body If the Krishna does Kishni is the God Not I am a servant of you My God If what you want to use me Use me That's the word And when it starts Ranga Bhakti Только с того момента Когда мы перестаём Цепляться за свою физическую форму И начинаем Прилипляться К этой духовной форме К сварупе Javira Svarupa Haya Krishna Nitya Das То есть Наша сварупа Наш духовный облик Он совсем другой Он отличен от этого Матифериального И Только тогда Мы начинаем этот путь Ranga Bhakti С нашей формы духовной Yes, I understand Не подскажете ещё Может ли Могут ли бавы Проявляться раньше Чем ништха Мы с этой стороны Теперь этот же вопрос Зададим He is asking Can Bava Appear before Ништха Что такое Ништха Вы знаете Поколебивая Что это Yes Firm face Это Вера Непоколебимая Вера Например Я не теряю Я не ошибаюсь Он Он Есть Уже Он И Я Он 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 И Это Можешь Например, как понять, да, на простых примерах, что такое, например, шарадха и что такое ништха? Шарадха — это такая вера с сомнениями. Например, вот есть у меня друг, а я сомневаюсь вообще, любит он меня или нет, предаст он меня или нет. Но вот Городев сказал, у него какой-то друг, я не расслышала, есть. У меня, говорит, у него ништха, потому что мы уже проверили нашу дружбу, я точно знаю, что мы преданы друг другу. Вот это непоколебимая вера, и именно с неё начинается любовь, потому что до этого там любви не на чем ей возникнуть, потому что всё слишком вот так, зыбко. Сестьс screw. First meeting is a sarada, I can give respect to you. I can respect you. right, thank you, thank you. Excuse me if any mistake, not like this, I can do, right? But we have so many meetings And love starts So what do you say When love Nistha comes Then where My Raga starts This is most important for me He's a nice person Unconditional love is given to everyone I like him very much So that is the beauty Of Nistha Firm faith Nowadays There is no firm faith with Gurudev Nobody firm faith There is a sadha Today this, tomorrow this, tomorrow this Is a sadha Nistha means firm faith I understand the word Of his master My spiritual master That is firm faith And Gurudev, please Can I translate? Sorry for interruption And Gurudev говорит, что Nistha – это что такое? Ну вот мы встретились, например, с кем-то Мы общаемся на таком вот На расстоянии Мы ещё друг друга не знаем Не уверены В наших отношениях друг с другом То есть они могут поколебаться Сегодня дружим, завтра нет А Nistha – это уже устойчивое отношение Та база, с которого и может начинаться Вот эта безусловная любовь И Gurudev говорит, что даже в наши дни Даже гуру, редкая Nistha в гуру – Это редкая вещь Потому что очень часто Да, сегодня один гуру, завтра другой То есть всё это меняется И нет этой Nistha Когда мы встречаем саду У нас с Shraddha Мы можем начать саду-сангу То есть у нас какая-то вера Мы можем начать общение Баджана Крия Что такое Баджана Крия? Камала Канта Прабу Баджана Крия Тяжёлые попытки совершать баджан как саду He is saying that Bajana Kriya It is a hard attempt to make bhajan like sadhu's doing No, 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 listen Bhajan is one word Kriya is another word Баджана Крия состоит из двух слов Bhajana и Kriya First you have to know what the meaning of Kriya Что такое Kriya? What the words? Say Say what is meaning You have to understand about Kriya Kriya Что такое Kriya? Действия Actions That's good Да There are actions Inner actions and outer actions There are two actions happening 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 Внешние действия и внутренние действия So if it is not Either fighting Or it is anacula Favorable To the white Or unfavorable I am doing the actions And one is not favorable And one is not favorable My dear One is favorable And one is not favorable To Bhajana What Kriya is happening What Kriya is happening I do Bhajana And my actions are not favorable To the Bhajana Is right? Not effective Anacula 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 Never You are anacula One side You are By doing Bhajana Other side You are creating Your anacula Problems Can I translate? И Городев говорит Что есть два типа Kriya Это Благоприятные Неблагоприятные Смотрите Вот вы совершаете Bhajana Но в то же время Делаете Kriya Например Неблагоприятную Для Bhajana Тогда Анардхи Они не будут уходить То есть это Получается Такой Неэффективный Способ Я не Неизвестный Анардхи Я Крирую Анардхи Потому Это Конфликт С Бhajana И Моя Крия И почему Появляются Анардхи Они не исчезают А наоборот Нарастают Потому Что Есть Конфликт Между Моей Практикой Bhajana И Между Неблагоприятной Вот этой Kriya Появляются Сумна Жанна То Мант Тела Гея Батти Би Кам Ки Чи З Прдесят Практики Практика Най Сумнеж Ме Та Батти Нин Сумнеж Ме Брат Давана Небага Аннардха Бхажан Ам Ая Брат Даван Пуи Ая Ари Бхажан Го Отан Лаге Ка А Ах Гхумна То Ай Ай Пура живан гуноте рахоге. Мага жана я кем гунора. Вы, why you come for? I took the birth. I come to this temple. You go other to temple. But for what? Only to see the buildings or to know something. Realize. Vrindavan is a land for realization. You come to Vrindavan, you realize. If you go without realization, you're coming and going with you. It's a land of realization. I didn't want to see it. Городев говорит преданным, которые сидят, вы, говорит, приехали во Vrindavan, но вам нужны осознания, потому что просто ходить по храмам и смотреть на здания это не поможет. Вы пришли в самую землю осознания, и вам нужно получить это осознание. It's a bad thing also. Be careful. Everyone do good thing, but not create bad thing. This is violent. Doing good thing and creating bad thing at the same time. Crazy. We are doing this. Be careful. It's better to sleep all day, but not create bad vibration. You, you know, you will vibrate negative and you want to create positive. Nothing will happen. Minus, plus, is zero, nothing. It's a no-result. All you create are minus things. So, Anarthaya will never, never because of that. Can I translate? Sorry, I forget sometimes. Anarthaya Bajana Kriya. То есть, мы пытаемся двигаться на нашем пути бхакти, совершая Bajana, но тут же мы совершаем неблагоприятную Kriya, которая не позволяет нам избавиться от Anarthaya, которая, наоборот, приумножает эти Anarthaya. То есть, Гордеф говорит, что минус на минус никогда, как сказать, в общем, никогда не получится плюса, если мы делаем, то есть, мы, пытаясь двигаться вперёд, мы тут же отбрасываем себя назад. Поэтому он говорит, лучше говорит спать беспробудно, чем множить какие-то негативные вибрации, бороться с кем-то, ещё что-то, негативить и прочее. То есть, для Bajana чрезвычайно важно находиться в состоянии позитива и гармонии и не делать негативной Kriya. И что с Бавой, Гордеф, feelings? Бава The feeling, dead body. When the soul go out, we have no feeling. Till the soul is there, we are feeling. We are feeling in my eyes, we are feeling through the mouth, we are feeling from the ears, we are feeling from all my senses. Very important. You see? Но это материальные ощущения, Городев. Почему? Я не говорю материал, я говорю материал. Если вы не понимаете материал, вы никогда не уйдете в святую жизнь. Вы должны понимать материал, почему вы разнообразите это? И Городев говорит, что я спросила про чувства, ну а как же чувства, они могут появиться на стадии Баджина Крии, Леонард Ханеврити? Городев говорит, ну вы поймите всё-таки раз и навсегда, что без чувств мы просто мёртвое тело, то есть не бывает духовной души, заключённой в тело, у которой нет чувств никаких. Я спросила, но тогда эти чувства, они получаются материальные. Он говорит, да хватит уже делить на то и на другое. Нам нужно в какой-то степени, на своём уровне, понимать материальное. И чувства имеют такую единую природу. И он говорит, не надо делить. Кудгонагал. Понимаешь? И эта история приходит через Сан-Зай, через органы чувств, они приходят в наше тело. Возьмите мёртвое тело, да, мертвеца, и проверьте все чувства этого мертвеца. И попытайтесь развить его чувства, как-то их простимулировать. Сможете развить чувства? Нет. Так откуда же они приходят? Кто источник, из которого эти чувства исходят, который даёт нам их? Это мой вопрос. Прабудите, Сан-Зай. Камала Канта Прабу, у вас есть какие-то варианты, откуда чувства приходят в наше тело? От души, наверное. От души, наверное. От души, наверное. Отличный ответ. Отличный ответ. So, that is to do, right? Why we influence indirectly in these things to suffer? Why not to direct understand this, that everything comes from the soul? Our behavior, talking, actions, all is come from the soul. We are living entity, I am a side that is soul. So many times I took, changed my body. We have a chance this time to change myself, to realize the truth. Again, we want to do this mistake. And feelings, they all come from the soul. And it would be nice to take it all and realize it, and stop to do it again and again, to live for life, to come and live only in ego. And finally, And also, without form, there is no feeling. Mother's form has a different feeling. And the wife has a different feeling, it's a form. And so, can we a sister, like my sisters are sitting in my front, I have a different feeling for you. So, feeling depends on your conscious and suggestion, your conscious and suggestion. Beautiful, beautiful. That is soul. Saruful. И чувство зависит от вашего изначального состояния, от вашей формы. То есть сварупа — это форма. Да. Зачем нам встречать саду? Зачем нам общаться с саду для того, чтобы снова себя выравнивать и ставить на нужный путь? Теперь я даю ответ. Теперь он должен думать. Это не легкий вопрос. Нужно время, чтобы понимать. Без практики ты не можешь оставить эту консистенцию. Понимаю? Я попрошу своего старшего брата, Махаража, чтобы он чем-то поделился с нами. Какими-то чувствами. Говорите на хинди и на английском. Арибул. 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 Арибы? Продолжение следует... Продолжение следует... Я подчеркнул такую идею, о которой я раньше не особо задумывался, что действительно все наши чувства живут в органах чувств, потому что, слушая музыку, она рождает в нас чувства. Какие-то ароматы, они будят в нас определённые чувства, их всегда разные. Поэтому для меня сегодня такая была идея, от которой я задумался. Продолжение следует... Но я понимаю, что ваша голос очень мелодийная, очень сладкая голоса, которую вы имеете в виду. И я бы хотел над этой мыслью поразмыслить. И, по-моему, он сделал комплимент моему голосу, но если я правильно понимаю. Хорошего всем дня! Рады-рады! 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 down the sutra. Правильно? Да. И Гурадев, он делит чувства на шудр, байши, кшатриев и браманов в соответствии с их расположением на теле. И он относит нижние чувства, нижние части тела к шудрам. Если вы скажете на шудра, they are very strong, thick head. And why? Because they have no eyes, no nose, no mouth, nothing. They are шудras. They cannot understand. And you see, your шудра is also not understanding without slap. If you slap it and teach it will follow that again. Right, Emma? If you don't eat them, they are out of control. And in the нижняя часть тела, у этих чувств, у них нет тонкости, ни глаз, ни носа, ничего нет. Поэтому эти чувства, они самые такие грубые. И сравнение с шудрами, потому что сознание человека в состоянии шудры, это такой вот он необучаемый, какой-то тугодум, который не различает, где хорошее, плохое. И для него только такие силовые методы работают. Так же и с нашими чувствами нижней части тела, они самые такие, с которыми только нужно из-под палки. Живот это ващия. Почему? Потому что всегда бизнес, какой-то обмен происходит. Мы ему еду, он нам делает кровь, и он здоровье поддерживает. Если этот баланс нарушен, то, соответственно, будут проблемы, то есть это ващия. Руки относятся к шатриям. У них тоже нет каких-то тонких чувств, нет там ни носа, ни глаз, но они очень активны как к шатри, и они всегда готовы к какой-то деятельности, или даже драться, поэтому я отношу руки к шатри. к шатриям. So they are Brahmin And false ego All you have to balance in That they will listen to you Brahman is no truth Because false ego is also there Eyes are there Nose are there Brahman They are not in control How they will listen to you Balance this my dear That I want to say If you can do Practice to balance it Your false ego Your eyes One pointed with Krishna Mouth take Prasada Listen Harigatha You can balance Krishna Kaliya play Krishna is playing In the Kaliya This will happen Then you can be balanced А голова Относится к Брахманам Говорит Да, Городев Почему? Потому что Все Познающие чувства Основные Находятся на голове А Брамана Как известно Очень тяжело учить Очень тяжело Дать какое-то знание Браману Потому что он скажет Да я уже И так всё знаю Я учёный Поэтому Это Место ложного эго Которое Говорит А я уже всё знаю Мне уже ничего не надо Поэтому Самое сложное Это Сбалансировать Вот этого Брахмана Вот эти Все познающие чувства Их нужно занять В служении Радхики Кришне Для того Чтобы Вот этого Брамана Обуздать Окей 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 Грудев Грудев говорит Все Класс заканчивается Потому что Преданные Целая группа Приехала И мне нужно Говорит Им уделить Время Спасибо огромное За ответ Дандават Брамана Брам Брам Ты должен Основной Мой Потому что Ты должен Арти Арти Всех Показать Преданно Я слушал их язык Теперь они Пусть мой Послушайте Грудь Грудь Радхи Аж Китиня Ачха 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 Интернашнол Семинар Семинар Ачха Ачха Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Наша жизнь изменит, идёт в Восточном мире. Моя жизнь не вредна. Все гоупи живут в семейной жизни, но они имеют любовь для Кришна. Таким образом, мы можем любовь в любом состоянии. Извините, вы переводите. Да, и мы можем быть в абсолютно разных ситуациях. Даже семейная жизнь и множество хлопот не проблема, потому что у гоупи у каждой были мужья и были свои обязанности, но у них была любовь — это самое главное, что их удерживало в этом состоянии сознания. В самом деле, любовь должна случиться. В отношения должна случиться. Ахлама-разаевская визуаллах. Вы любовь еще какая-то баднава! Визуаллах. Визуаллах. Криснула визуаллах. Визуаллах. Криснулах-разаевская визуаллах. Визуаллах. И самое главное — это Любовь. Вот Вы сейчас… Любовь, она рождает связь. И Вы сейчас приехали во Вриндаван. А Вриндаван — это место Любви, это место Радхики, которое является самой Любовью. Поэтому самое главное, что Вам нужно иметь, — это Любовь. И Чайтанья Махапрабху сказал, «Любовь — это цель, према — это прайоджану». И раньше говорили, что Любовь — это путь. Но Чайтанья Махапрабху пришел сказать, что Любовь — это не только путь, а Любовь — это и цель, что наша према — это прайоджану. God is not a goal. This is a beautiful understanding. God is not a goal. Цель не Бог. Любовь — это цель. Beautiful, Maharaj. He gave you a big clap to Maharaj. Любовь — это прайоджану, Баба. И last time we also talked, he said, and he explained the whole process, me too, that God cannot be the goal. Who do we know? But love has to be the goal. Love is God. God is love. Преем — это Бог. И этот Махарадж, он сказал, что да, что я абсолютно с вами согласен, что цель не Бог, а Любовь. И говорит, может быть, вы сможете что-то еще сказать. Городев говорит, что то, чего нам всем не хватает, это Любви, которая рождает чувства. И эти чувства, любовные чувства бескорыстные, мы должны и в семьи наши привносить. То есть мы должны это везде использовать, не только в духовной практике. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин, выfire. Ам вы Bruвиně? Как правило? В образной практике. Почему ты любишь. Редактор субтитров Победppen. Городечке душу. Выбор preciso$яную. Любви. podcast. Вашей теле. rek-дем. Городечка. Редактор субтитров. Ох, ты об Wort. Городечка. 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 Преем. Любовь расставит всем по своим местам, и второе имя любви — это Радха. Любовь расставит всем по своим местам, и второе имя любви — это Радха. Любовь расставит всем по своим местам, и второе имя любви — это Радха, и второе имя любви — это Радха. Мне кажется, даже русские поняли, что сказал Махарадж. Про хай-то-ки-премо. Любовь расставит всем по своим местам, и второе имя любви — это Радха. Любовь расставит всем по своим местам, и второе имя любви — это Радха. И Радха как река стремится к океану, она абсолютно однонаправленная, и Грудеф любит вот это Радха. Радха — это поток, то есть поток, устремлённый в одну цель. Но когда он меняет слоги — это как будто он идёт вверх, то есть для неё нет никаких препятствий, она преодолевает всё ради своей единой цели, чтобы достичь своего возлюбления. Это Радха. Да. 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 Мало츠ка. А… Да. Учистая. Да. я пьючат склад влюблёль. Прешат бы мне ихrichtон�? В arrangem с рамб unten во мне. Хи наии читай домов скажем прямо, оно как рекомендую, как это хорошо, Шмカnen летомake, наины sale. Вы olives и сами говорят нас в одном доме.. а а а а как и в в в а и а и 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 Я в ржавасе не говорю, что я сыт. Я в ржавасе не говорю, что я всегда голоден. А до чего они голодны? Они голодны до премы, поэтому для них никогда премы не бывает слишком много. Я не в ржавасе, но не отчаян. Как делать? Я не в ржавасе. Я не в ржавасе. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Что такое макан? Макан — это суть молока. Для того, чтобы сделать немножко масла, нам нужно 20 литров молока. Поэтому Кришна ворует это масло в форме концентрации любви, гопи. Ведь гопи все любят его, когда готовят, они думают о нём. Поэтому он приходит в их дома для того, чтобы украсть это масло, эту любовь их, саму суть их любви. И вся наша жизнь — это вот эти 20 литров молока. И вот этот маленький кусочек масла — это наша любовь самая ценная, что мы можем божественное чте предложить. Субтитры делал DimaTorzok 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 Кришне — Ничего, ничего. In our Indian culture, there is a practice that we go to temple daily and we do a part like sitting and puja hours. But is it right or wrong? I want to know from you because I am not interested in doing hourly puja and going daily to temple and taking books and doing part like one hour, two hours. Instead of that, I like chanting or I like meditation. Is it equal to the bhakti? Is it in the bhakti or no, we have to cross that step also? That is a very good thing. It is a niskam bhakti. Niskam bhakti means there is no desire of something. Right? If I have some desire behind that, I do to get this. I do to get this. I do to get this. Is not praise will come. This is my country. I am giving business. I am giving, doing this. I am giving you time for this. You return, you have to give. This is business. It is not a prayer. You don't ask anything to love your son. You have to give me when I become old. You know that he will not take care of me when the wife will come. After that, you give you breath feeding, to achieve that to her, nap, everything you do. You cry when he is sick. You are happy with his happy. You do everything because you love. When you have no love. When you have no love. Then there is sakam bhakti. That for this I am doing this part. I am doing this brother to get something written. That is good. But not very good. Good for getting some benefit. But it is not raga bhakti. Raga bhakti is not raga bhakti. That is raga bhakti. I am disturbing you. No, no, no. I am doing all of that. I am doing all of that. So that I am talking to you. I am doing all of this. That is, I am doing all of it. So I am not listening to this. That is, I am doing all of it, from all of it. So at all of it. You are doing all of it. That is okay? Or what to do you think? I am doing all of that. And here we are saying that there is a sakam bhakti. There is a sakam bhakti. That is not the basis for this. And we may have performed rituals, to go for faith, to go to our own church. And this is a sakam bhakti. But it will be sakam bhakti. То есть мы хотим получить что-то взамен, это как бизнес. То есть я сегодня тебе ставлю свечку, Господь, а ты мне завтра нам дай здоровье или моей семье что-то. Но настоящая рага Бхакти — это не шкама Бхакти, которая просто потому, что мы любим. Как мама, например, она же, когда рождает малыша, она о нём заботится, она же не спрашивает, «Так, когда я состарюсь, и когда ты вырастешь, ты подашь мне стакан воды?» Если ребёнок говорит «нет», то она не будет ему менять пелёнки, не будет о нём заботиться. Нет, она совершает своё служение матери, потому что она очень любит его. И также в Бхакти мы должны совершать то, что доставит удовольствие нашему Иштадеу, а не то, что мы потом что-то взамен этого попросим. And the question she asked is, «Indians do a lot of karma can't. And she says, I like to do something else. It's meditation or chanting or whatever. The goal is clear. You have to achieve goal love. Now, if you are to love first yourself to love others, what you love in emotions, do that. That is the process to take you to that love. Your process cannot be different and your goal cannot be different. The goal in the process has to be aligned. So, if you love doing chanting, doing meditation, do it. Because your goal is love. Your goal is not God. God is love. Okay? So, I hope a little bit. Now, we'll have a last question from the audience and then we take your... Who wants to talk? Thank you. Welcome, Purnima. First time she's asking questions. We give a big clap. The whole audience, the last three days, you all talk, oh, how this is made, how this is made, how is Jagannanpuri this, and she's asking nothing. So, good thing she's asking. Sorry, can I translate? One second, please. И Махарадж, он сказал, что делает, ну, она, говорит, совершает какую-то кармаканду, но вот что ей делать? То есть, делай то, что предписано или то, что она любит. И он сказал, делай то, что приведёт тебя к любви. То есть, делай то, что ты любишь в бхакти. Если ты больше любишь медитацию или повторение святых имён, делай это, потому что твоя цель не Бог, а твоя цель — любовь. Поэтому, так, такая хорошая ремарка. Продолжение следует... Why does this go? The person who does wrong things is very happy. When the person is not doing wrong things and he's on the right path, he's suffering. Why does this happen? Only right persons are suffering and wrong persons are happy in this Kali Yuga. And how it can be covered? How it can be stopped? Your question is good. Your question is good. Actually, we see that suffering or not suffering, but we suffer. Why somebody born in the Birla and Tata family and rich family and why they born in the poor family? We all karmic things is happening. Maybe he has, when his sukruti, good karma, in his previous life is not happening, he has to use it. his balance. Then it will happen. Somebody becomes very sick. Somebody, the son is not listening to him. Why? Maybe he never listened to his father. So he's coming to... Same thing is happening with his children. Like this. In which life, what happens, it comes. Why I born in the king family? Because my previous sanskara bring me to take birth that I have nothing to bother. From some life, some place I started with, right? So, so this is all karmic. How I do, I get. If I behave like a donkey, I become donkey. If I behave like a dog, I will take the dog birth. I behave, phoom, phoom, snake. Poisonous, I will take the snake birth. It's all. It's all. All is happening is my previous life. And happy is suffering. No suffering is a karma. I will take the dog. I will take the dog. Thank you. Mataji задала вопрос. Sorry, one gap for translation. Mataji задала вопрос, что кажется, что карма, да, вот она в эту кали-югу действует особым образом, потому что вроде как тем, кто невинен и ведёт себя нормально, им постоянно не везёт, они постоянно страдают, а другие, кто делают откровенные гадости всю жизнь, им везёт. И у них всё хорошо, и кажется, что они счастливы. И как бы, может быть, карма сломалась в эту кали-югу. И Городев говорит, что нет, смотри, что на всё есть причинно-следственная связь. Недаром же одни рождаются в очень богатых семьях, другие совсем в бедных. Или я, говорит, родился как царь. Это потому что у меня была какая-то пунья, которую нужно было, да, сукрити, которая позволила мне пожать плоды в этой жизни, чтобы я ни о чём материальном не беспокоился. Поэтому я родился в семье царя. Поэтому если мы делаем что-то хорошее, мы получаем хорошие плоды, но мы просто не видим, когда мы это сделали. И, соответственно, если мы когда-то сами там не слушались отца, то в этой жизни наш сын может нас не слушать. Поэтому всему есть причина-следственная связь. We have to be very careful now. We have to be careful. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...